Совсем скоро состоится второй по счету турнир UFC в России и в главном событии вечера выступит Алексей Леник, который не понаслышке знает, как финишировать легендарных нокаутеров. Коронным приемом Алексея является удушение Иезекиля, и он был первым, кто провел данный сабмишн в UFC, задушив Виктора Пешту. В этом видео вы узнаете, кто вывел данный прием в массы, и как Алексей Леник по прозвищу Удав с его помощью выиграл 12 профессиональных боев. Содэ Гуру Мадзиме, именно так называется данный прием в дзюдо. Японские мастера использовали его не один десяток лет, но во всем мире он был неизвестен до одного случая, который произошел в конце 80-х. Бразильский дзюдоист Иезекиль Парагуасу решил провести свою подготовку к Олимпиаде 88 в лагере Карлсона Грейси. Во время спаррингов с мастерами БЖЖ Иезекиль постоянно уступал джитсерам в партере и с большим трудом проходил гард. Тогда он нашел противоядие и начал душить их прямо из гарда, чем очень удивил такой необычной техникой. Джитсеры внедрили данный прием в свой арсенал и дали ему название Иезекиль Чоук, но для нашего поколения этот прием больше ассоциируется с Алексеем Олейником и считается его визитной карточкой. Алексей настолько увлекся проведением данного приема, что на одном из турниров восьмерок в Перми он за один вечер побил трех соперников и каждого финишировал удушениями Иезекиля, а одним из них стал известный боец Адлана Магов. К сожалению, мои поиски этого турнира, как и других старых боев Алексея не увенчались успехом, но некоторые его победы фирменным удушающим я все же нашел и предлагаю к вашему вниманию. 10 ноября 2007 года Алексей выступил на одной из польских организаций. Турнир однодневка из восьми человек и на пути к финалу он финишировал двоих оппонентов, а в финале его поджидал опытный поляк Кшиштоф Кулак. Начало боя и Алексей сразу пытается провести тейкдаун, но поляк неплохо защищается, а затем допускает роковую ошибку и проигрывая позицию душит удава гильотиной. Алексей не стал обходить гард, а прямо из этой позиции провел свой коронный удушающий прием и финишировал поляка на третьей минуте первого раунда, при этом став чемпионом того турнира. В апреле 2008 бывший совладелец UFC Боб Мейровиц решил создать еще один промоушен, который получил название Яма ММА Питфайтинг, а главной особенностью его было то, что бойцы сражались в круглой клетке, у которой края имели подъемы и это все напоминало обычную яму. Алексей принял участие на этом турнире и сошелся в бою против ныне покойного бойца из команды Петта Милетича, Шермана Пендергаста, который называл себя Шерминатором. Начало поединка и Шерминатор переводит Алексея в партер, а удав под шумок пытается провести свой любимый удушающий, но прием не проходит, а рефери поднимает бойцов из-за малой активности. Отличный тейкдаун от удава и из позиции Халфгард Олейник проводит свой коронный прием и Шерману ничего не остается как стучать и сдаваться. Теперь вспомним турнир М1 Челлендж в 2009 году и поединок Алексея против Джесси Гипса, который до встречи с удавом проигрывал только Александру Емельяненко и имел общий рекорд 7-1. При этом разница бойцов в весе была более 20 кг в пользу Гипса. Поединок моментально перешел в партер и превратился в очень интересный матч по грэплингу с кучей попыток, разнообразных болевых приемов со стороны обоих бойцов. При этом это все скрашивалось с довольно мощными ударами. В конце второго раунда подуставший Алексей сделал свое дело и финишировал громадного соперника коронным удушающим, выиграв этот очень непростой бой. Ну и последний поединок, который мне удалось найти, это бой Алексея против мало кому известного бойца Джерри Отто. На третьей минуте удав сумел провести свой фирменный прием и, как мы видим, комментатор даже не понял, что произошло в клетке. Настолько этот прием оказался незаметным и эффективным. То есть я полагаю, то ли это болевой был прием, но сейчас мы услышим, наверное, от ринг-анонсера точное заключение, которое дадут ему судейская коллегия. Помимо того, что Алексей 12 раз заканчивал бой удушениями языкиля, у него из 57 побед в карьере, 45 из них сабмишином. Так что если в предстоящем бою у него получится перевести Алистара в партер, то сабмишинов может стать на один больше, чего я ему и желаю. Пишите свои мнения в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сумеет ли удав справиться с Аверимом или он станет для него неподъемной ношей. А также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал в ожидании следующих выпусков.